звезды для звезд с Дарьей Высоцкой кто это кто это не так хорошо было в детстве я просто иногда офигеваю блин не знала я что есть у меня в карте звезда генерала не заняли для кадра слово но вы его запикиваете строгие цветы эти песни хиты знакомы каждому из нас маленькая страна желтые тюльпаны синие лебеди сегодня звезды для звезд советской российской певицы заслуженные артисткой российской федерации кавалером ордена дружбы певицы актрисы наталья королевой здравствуйте наталья я искренне от всей души рада видеть вас спасибо мне кто-то сказал 10 лет когда я пела маленькая страна что это случится я бы не поверила видите как благодарна вселенной высшим силам все такие встречи случаются спасибо да я занимаюсь китайской метафизикой китайской астрологии и по этой системе есть пять элементов каждый человек состоит из определенного набора этих и каждый из нас приходит в определенный день день определенного элемента мы рождались есть пять элементов вода зима огонь земля и металл эти элементы друг друга порождает по циклу контролируют то есть они вступают в различные взаимоотношения и во многом это можно проследить в нашем мире с точки зрения погоды дней удачи людской судьбы и многих других моментов по части брака также не то есть все это просматривается и эти пять элементов делятся на две полярные полярности и и я у нас всего 10 типов людей на планете земля наташа родилась день огня и или в день огня один а люди иньского огня отличаются свою теплоту и общительностью эмоциональностью часто это люди которые блистают на сцене радуют нас согревают нас своим теплом люди очень экспрессивные яркие динамичные эмоциональные порой даже сверх возбудимые все это люди иньского огня вырождены в день иньского огня я не случайно попросила зажечь свечи вот это ваш образ это ваш символ мы пришли в день именно иньского огня то есть символ пламя свечи мерцающий кассер факел звезда то есть есть огонь я это солнце и это более женственный более легкий знак это дотошность если что-то нужно такому человеку выяснить узнать то есть он подобно зажигалки свечи он будет до самого до истины докапываться да в частности это общительность это жизнерадостность это потрясающее чувство юмора я знаю что новость такой не только потому что я слежу за вашим инстаграмм потому что я вижу как вы себя ведете что очень позитивная достаточно такая юморная ну да по другому как в нашем мире другом в нашем мире никак приходится с юмором смотреть на все ситуации и тогда проще наверное проще легче и более народней что ты потому что да вот народ же придумывает неспроста как бы спокойно века народ придумывал всевозможные там всякие веселые вещи шуточные умел четко наградить того или иного человека вот определенной такой клику как говорят сейчас прозвищем как говорится не в брови в глаз народ потому что вот сила вообще нашего такого народа это именно то что чувство юмора ну какое-то вот особенное неповторимое учитывая что я все езжу по миру и вижу разные разных людей разные национальности но наши конечно молодцы в смысле ну вот и я такой дитя этого народа по сути ну вообще вот по поводу людей народной любви вы предвосхитили мой вопрос по поводу чувства юмора я думаю что она вам очень помогает на самом деле по жизни но вы способны над собой также смеяться конечно самая ирония вам присутствует сто процентов вот я очень люблю и над собой безусловно потому что ну как бы тоже не понимаю как можно без этого то есть относиться к тебе вот так серьезно 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 я не могу я все-таки отношусь к себе очень так с юмором посмеивайтесь вообще вот по поводу вашего элемента личности то есть люди огня в карте много огня огонь сильный то есть у вас такая карта яркая достаточно там есть огонь есть вода есть металл и земля в целом кстати это очень хорошо есть фактически все элементы когда у нас нет перекоса в другую то есть счет более гармоничен все равно более позитивен то есть есть некий баланс но тем не менее огонь все равно преобладает вы человек огня и рождены в месяц огня майя по китайскому календарю это считается летом месяц змеи и люди огня в частности инского огня это часто люди искусства часто это актеры это люди творческие которые призваны блистать где-то на сцене то есть вот согревать среди таких людей владимир высоцкий роберт де нира валерия также из наших барбара стрейзент это тоже инский огонь долина вишневская оперная певец также была человеком инского огня Дмитрий хворостовский то есть это все люди инского огня и олег инковский Анна Самохина то есть именно инский огонь огонь дин то есть часто вот мы греемся да у костра то есть нам нужно согреться и функция таких людей согревать просвещать дарить вот это тепло людям позитив радость то есть мое предназначение оно заложено и я в принципе его прочувствовала и пошла по правильным пути могла же не прочувствовать и пойти куда-нибудь вообще в другую сторону потом пострадала наверное потрясающая удача очень хорошая там важно еще периоды как у нас периоды циклически меняются каждые 10 лет и вас периоды были очень хорошие то есть удача она тоже где-то тут все время рядом то есть вот именно в чем заключается китайская астрология там есть момент удачи то есть мы высчитываем какой элемент самый полезный и можем проследить есть он по периодам или нет нет ну момент удачи у меня просто колоссально можно проследить потому что у меня что не поворот в жизни то как бы сплошная удача поэтому сама удивляюсь сама все время за такой ставлю для себя жирный вопрос ну как как так может быть но вот так случается вот так как-то я счастливчик у вас есть звезды также помощи высших сил карте просто по поводу артистизма творчества в детстве были творческой да у меня да у меня то есть то что я помню из детства это там года три мне было и мне было недостаточно маленькой аудитории там бабушки там не знаю сестры и соседки чтобы становиться на стул и перед ними выступать я должна была позвать весь двор чтобы было много людей и перед ними я начинала устраивать концерты то есть это где-то период трехлетний а период уже года в четыре просто уже остались фотографии я стояла на большой сцене с большим детским хором радио телевидения и очень ответственно и так прямо торжественно исполняла песню про крейсер аврора то есть я этого конечно не помню но благодаря фотографиям я просто это вижу а это были читать это четыре года а дальше вот все концерты выступления какие-то семейные сад я не любила ужасно то что замкнутое пространство вообще замкнутые территории для меня очень всегда были напряжены но утренники я не пропускала в любом состоянии больная с соплями там кашлю но утренники должна была пойти потому что я знала что надо выступать а вот как можно выступление пропустить поэтому вот делая свой анализ жизни я понимаю что как бы у меня было конечно четкое предназначение и это предназначение она меня прям ввело как бы я хотела или не хотела ну как бы я хотела и это меня четко вот вело именно вот в этот на этот путь да у вас есть старшая сестра вы не да насколько я нашла информацию в интернете то есть она тоже личность творческой ну у нее немножко как бы мне кажется такой немножко сломано если можно было сделать карту на нее было бы наверно больше ясна картина она да она безусловно творческий человек так как все таки родилась в такой творческой семье как и я но секундочку пояснить мама мама дирижер папа дирижер они музыканты они закончили все значит и папа и мама консерваторию у него прекрасный хоровой коллектив в киеве хоровая капелла академическая светоча они объездили с этим коллективом весь мир они пели перед королевой англии то есть у них очень большой такой творческий путь и конечно мы родились и у сестра и я в одинаковой творческой семье но творческие люди это не люди системы а у меня сестра на человек системы вот ей надо сказать она сделать ей надо быть в режиме и надо быть четком графике потому что если этого нет она начинает теряться и вот к сожалению у нее так получилось она не собиралась заниматься творческой профессии ну то есть творческой но она училась она хотела быть педагогом в принципе тем чем она сейчас и занимается и хорошо это у нее получается потому что не каждый творческий человек умеет научить умеет и может научить донести то есть у нее есть талант научить у меня такого таланта нет и в принципе изначально ее путь был выбран правильно быть учителем но потом так обстоятельства сложились что как-то вот все у нее перевернулось и вдруг она в одночасье стала очень такой известной артисткой там в те годы 90-е лихие на украине и конечно это было одно и рассильное для нее испытание которым она была не готова психологически прежде всего и вот это немножко ее как бы подкосило да карте она проявленная это важно чем у вашей судьбе безусловно я думаю что вы держитесь друг друга я чувствую какую-то ответственность что ли перед ней вот это мои ощущения не знаю как у нее но у меня ощущение ответственности и вот явно по жизни вот сколько могу столько это помогает а в детстве было ли такое что как-то вы чувствовали что она более значима для родителей то есть не было конкуренции какой-то в детстве хотя у нас разница достаточно у нас пять лет она в принципе такая разница весомая что когда ей 15 она встречается уже с парнями мне еще 10 и мне еще такое все другая у меня другой мир и другая история то есть у нас совершенно были разные интересные разные вкусы разные желания вот и говорю она была человек системы она могла уехать на три месяца в пионерский лагерь прекрасно себя там чувствовала и не хотела возвращаться домой что для меня сам вообще пионерский лагерь и что я там буду находиться для меня это было сразу трагедия всей жизни поэтому мы лето проводили всегда порой вроде бы в одной семье и варились но сами по себе очень сами по себе возможно может быть за счет разницы вот пять лет она такая разница самая не как это неудачно то есть надо или тогда чтобы были дети рядом или с большим разрывом когда старший ребенок уже достаточно осознанный а так получается ни туда не сюда вот я наблюдаю тоже что многие мои друзья у кого-то старшие братья сестры вот как-то вот очень до далеко далеко коннект какой-то да нет нету вот таким нет душевного коннекта благородно небесной единицы или ангел-хранитель просто благородную это звезда которая присутствует у некоторых людей в дате рождения изначально она встроена указующее на то что высшие силы господь бог по-другому ведет вас оберегает вас и помогает благородные люди могут приходить в виде каких-то возможностей в вашу жизнь в виде шансов перспектив а в частности в виде определенных людей которые могут вам помочь вытащить вас из какой-то беды из не очень приятной ситуации и в целом дать вам руку помощи протянуть вам руку помощи направить вас и сделать определенные действия которые вам помогут продвинуться по судьбе по удаче таким человеком для натальи как раз таки являлся ее первый супруг напомню благородными для людей иньского огня будут являться люди рожденные в день и год месяц час свинки люди ков просто в карте присутствует свинка либо люди рожденные в год свиньи и люди ковка у кого в карте присутствует петух люди рожденные в день петуха в месяц петуха в год петуха либо в час петуха игорь николаев был рожден и есть рожден в год свиньи по китайскому календарю не могу не упомянуть вашего первого супруга поскольку это важная века вашей судьбе и жизни и с точки зрения китайской астрологии можно высчитать людей которые будут являться для вас своеобразными ангелами-хранителями благородными людьми которые помогают по жизни которые могут вам дать какие-то возможности в жизни жизни помочь перспективы шансы для вас это всегда по жизни будут люди рожденные в год свинки и петуха то можно это запомнить просто это ага то есть свинка и петух следующий год для вас благородным кстати то есть свинка и петух то есть это люди которые рожденные именно в эти годы в частности в месяце мая рожденные также это месяц змеи но как бы если углубляемся в карты вам может быть мы не совсем меня поясню по месяцу свинка это ноябрь так ноябрьские и соответственно сентябрь это петух а сентябрь и сентябрьские и ноябрьские и люди вот именно свинья и петух погодит и ваш супруг как раз таки являлся для вас благородным он рожден в год свиньи было ли какое-то может быть предчувствие ощущение на уровне интуиции на момент начала отношения знакомства что человек но послан небеса как то что он может как-то в жизни помочь не с точки зрения какой-то выгоды да там скажем так материальной а перспективка просто что это вот с небес что-то какая-то помощь вообще человек очень интуитивный и очень не скажем так ну наверное обладающий какими-то такими способностями только я это вижу через сны какие-то картинки которые там становится явью но вот что касается вот нашего и знакомства и вообще этой встречи вот ничего никаких не было я не знаю никаких не знаков не предчувствий и честно говоря даже когда нам позвонили уже из москвы и пригласили к ним как бы к игорю николаеву на прослушивание то мама передав мне эту информацию мы почему-то даже то есть подумали что может как бы ошибка не к игорю николаеву а там юрий николаев у него там утренняя почта программа еще что-то у него какой-то был проект в то время и мы подумали что может быть мама там перепутала не дослышала то есть у нас вообще не было даже когда в принципе был уже посыл что это именно к игорю и что он будет каким-то судьбоносным человеком честно говоря ведь мы когда приехали то по всему то есть виду и пониманию мы понимали что ничего не сложится то есть от него не шла никакая такая незаинтересованность не ну как бы да то есть он честно говоря даже больше разочарованность потому что он увидел достаточно маленького ребенка который приехал который надо было бы возиться возиться естественно он совершенно не не входило в его планы нянчится до когда можно было найти кого-то там постарше я думаю что вот у него ожидания были гораздо ярче чем то что он увидел и у него было такое ощущение и чувство разочарования она как бы читалась и только определенное стечение обстоятельства наверху тот ангел-хранитель который видимо там есть он решил так подождите а ну сейчас я тут пазлики вам сейчас по подрос кину по-другому и в эту часть по-другому посмотрю вот поэтому вот нет вот не было никаких таких нет все-таки благородность работу ну наверное в карте вашей есть указание на прекрасный голос способности музыкальные открытые столб металла металла в небо это слух металл инский металл синь потяга кинужин пояснилось что металл нужно усиливать это очень полезно металла не так много в карте но он присутствует и вода то есть это музыкальная способность учитывая сочетание яркого огня артистичности мягкости до женственности то есть у вас был такой образ ну и есть изначально вот те ранее это вот такой очень наивный ну да то есть но это не было специально это вот так как оно было то есть это был естественно все исходящее это все было естественно конечно нет 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 ни в коем случае нет ни в коем случае и у меня вообще по жизни нет такого чтобы я продумывала потому что это ну во-первых я даже не смогу для меня должно быть все вот естественным образом там на определенный отрезок времени если я такая в этот период времени то есть я не хочу быть другой тогда это будет неправдой для меня самое вот неприемлеме это когда неправда я сама закончила актерское отделение гитиса и я прекрасно вижу когда люди играют а когда люди искренне вот это и поэтому для меня ужасно ломает меня когда люди играют это самое вот неприятное самое противное которое может быть. Потому что ты понимаешь, если человек играет, то он играет во всем. И лучше таких людей вообще обходить в сторону. Можно тогда встречный вопрос? Шоу-бизнес, ну, как бы то мнение, это такой мир, но не достаточно искренне. Конечно, естественно. Поэтому я вообще не человек этого, скажем так, бизнеса. Я человек, удивительным образом, непонятно как вписавшийся в эту всю историю, но по своей сути я не человек этого мира. Да, вы правы. Если взять моих огромное количество коллег, то есть единицы, которые... Ну, не то, чтобы я близка, это единицы, которых можно сказать, что, ну, это люди нормальные. Потому что остальные, конечно, ну, наверное, по-другому в этом мире нельзя. Потому что по-другому ты тогда не выживешь в этом мире. Тогда ты не будешь все время там на виду, на плаву. Тогда ты не будешь так постоянно желаем и востребован. Потому что все люди, которые крутятся в этом бизнесе, они этого сами хотят. Потому что по-другому они бы здесь не находились. Они этого сами хотят. Вот я очень человек, который... Странный. Так случилось. Так случилось. Странный. Я поражаюсь сама. Я отдаю себе в этом отчет. Я понимаю, что мне много что нравится делать. Я человек творческий. Я хочу как бы... Так как я уже в этом направлении работаю много лет. И это мне удается. Я в этом очень много понимаю. Я даже в этом могу уже многих научить людей, которые только начинают рассказать многие тонкости и нюансы. Но по своим человеческим качествам я человек совершенно должна быть другого мира. И вот здесь я, конечно, порой мне очень непросто находить вот эту гармонию. Иногда меня, конечно, штормит от каких-то вещей, которые, ну, как бы я считаю, и несправедливые, и неправильные, и не по-человечески. То есть намного есть вещей, которые... Но мы все равно... То есть я тебе говорю, Наташа, ты же училась на актерском. Ты знаешь, что такое предлагаемое обстоятельство. То есть ты должна эти обстоятельства принять. И в них уже находиться такой, какая ты есть. Поэтому вот так мне приходится как-то в этом актере балансировать. Да, но, конечно, да, это трудно. Это много забирает лишних сил. Хотелось бы это тратить на более что-то другое. А получается, надо тратить на это. Если человек близок к вам, что он может сделать такого, чтобы вы перестали полностью общаться? То есть вот чтобы вас отвернуло. Вот были ли такие ситуации в жизни? Что вы не можете просить ни одна никому? Что для вас принципиально и важно? Ну, безусловно, это предательство, измена. То есть вот эти вещи, которые... То есть если человек это смог сделать по отношению к тебе, то как дальше можно с этим человеком? Ну, то есть... Вот для меня это уже как бы очень неприемлемые вещи. Поэтому... То есть назад дороги нет. Какие-то там, я не знаю, мелочи. Можно, естественно, простить. Но что-то можно закрыть глаза. Но если это... Ну, как бы... Предательство, оно может быть разным, безусловно. Но если это случилось, то... Ну, просто мне будет... Ну, я не смогу себе наступать на горло и общаться с этим человеком. Лучше как бы не общаться. У Наталии достаточно сильный волевой характер. В карте присутствует звезда генерала или звезда командное влияние. Это звезда лидера, человека, способного управлять, человека, способного иметь свое собственное мнение. Поэтому нежный образ, образ девушки иньского огня, прекрасного мерцающего пламени, одновременно сочетает в себе достаточно твердый и сильный характер. Мы принялись в день иньского огня и земная ветка, в день кролика. Иньский огонь на кролике. У нас сочетание. То есть вы очень приятные, и у кого есть в карте кролик, допустим, Брэд Питт, Александр Розенбаум. Они очень обаятельные. У вас по дню как раз-таки кролик. Но кроме всего прочего, это звезда командующего влияния. Это звезда генерала. То есть это может описывать как вас, так и нашего супруга с точки зрения характера. То есть часто это стремление быть лидером, иметь некий стержень. Быть командиром. А вот в доме кто хозяин чаще? Показать слово за мужчиной окончательное? Или вы можете по-женски, так как это вот мудро, принять решение? Приходится мудро по-женски постоянно принимать решение. Как бы мне не хотелось в этой ситуации быть нежной и ранимой и отдать бразды правления кому-то, мужчине. Но у меня так уже не получается. И боюсь, что не получится. Если еще в карте есть вот эта штука. Звезда генерала. Да, звезда генерала. Блин, не знала я, что есть у меня в карте звезда генерала. Так уже случилось по жизни. Что у меня... Слушай, вот вы сама. Ну да, и я страдаю, скорее всего, иногда от этого. Потому что много на себя что беру. И просто уже все люди окружающих команды, они к этому привыкли. Ну, то есть я их уже так приучила, что... Ну, то есть пока генерала, не дала указания. Они все у меня прекрасные, хорошие. Они могут и сами все, в принципе. Но вот уже, видимо, настолько все к этому приучены. И супруг в том числе. Что он даже мне и высказывает то, что... Да, то, что я не даю возможности. Но у меня еще есть такой момент, что... Я человек очень активный и быстрый. И, то есть, если какие-то есть вещи, которые можно сделать и не откладывать это вот куда-то туда... Да, то я считаю, что это надо сделать и забыть. Все, ты сделал и забыл. Я не люблю, когда вот, знаете, тянут кота за яйца. Вот есть такое хорошее выражение. Прям вот оно четкое. Народное. Да, народное. Вот когда начинает тянуть, а получается... Я же понимаю, что другие люди, они другие. То есть, надо тоже как бы понимать ситуацию и знать про своих близких людей, что... Терпения не хватает. И вот когда мне не хватает терпения, я начинаю это все делать, хватать, там, давать указания, распоряжения. Потому что мне надо это сделать сейчас, чтобы потом к этому не возвращаться. Ну и, конечно, поэтому мне вот в укоры ставят, что я не даю возможностей, а я ее не даю только по причине того, что... Боюсь, что возможность эта растянется надолго. А я вот не люблю этого. Ну и вот все уже, как я говорю, смирились со мной, привыкли и... Это касается всех домашних? Это всех. Ну, сын... С сыном у меня такая очень интересная с ним взаимосвязь. Пока он прощупывает. Лабирует. Он лабирует и прощупывает, но хитрый. Хитрый в том, что понимает, что зачем самому напрягаться, когда кто-то может напрягаться за него. Вот этот момент у него уже четко прослеживается. Но как бы с одной стороны, он неплох... Это неплохо. То есть я понимаю в жизни, что это неплохо. Зачем все на себя взваливать? Потому что я говорю, я массу всего взваливаю сама на себя, когда это могут сделать другие. Поэтому если он так сможет распоряжаться, что что-то он может взвалить на себя, что-то отдать, наоборот, ему, наверное, будет легче. Но чтобы это тоже не превратилось, что кто-то что-то должен всегда делать. Потому что это будет тогда трудно по жизни. Ну вот пока мы с ним... Пока я его изучаю. Пока я его изучаю, присматриваю, что... Потому что возраст такой сейчас, он меняется. Появляются разные там мироощущения, интересы. Так что вот я его изучаю, изучаю. То есть он у меня сейчас в такой подопытном таком состоянии. Хочется взять свою судьбу так же вот со сценой? Ну вообще я пока не вижу в нем такого рвения. То есть я не говорю про таланты. Таланты могут открыться гораздо позже. То есть он не бесталантный парень. Он у нас и на фортепиано играл. Занимался и очень достаточно делал неплохие успехи. И поет он неплохо. Но я не вижу этого рвения. То есть я просто вспоминаю себя с малого вот этого возраста. Как я это хотела, как я желала. Как для меня это было как глоток воздуха. Я не вижу в нем, что у него есть к этому. Ему нравится внимание. И когда этого внимания достаточно много, конечно, ему это импонирует. Тем более, говорю, там, мальчику 16 лет. Естественно. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки что-то он выбрал. Вообще он и выбрал. Он у меня изучает японский язык. Он японист. И он это сделал самостоятельно. Никто его не заставлял. И уже когда мы нашли с мужем вот такие списанные тетрадки, иероглифов, мы как бы задали вопрос, что это такое. Он говорит, мама, ну это мое увлечение. Но я уже понимаю, что сам я уже не способен. Мне нужен педагог. И это произошло у него где-то в классе четвертом. Да, поэтому он уже активно этим занимается. Он готовится к поступлению в следующем году на восточное отделение. И ездит в Японию, живет в семье японской, учит язык. Ну то есть у него вот это направление восточное, оно каким-то образом вот так всплыло. Для нас удивительно, потому что никто никаким нигде не был завязан. А восток дело тонкое. Ну в общем, вот и мне бы хотелось, чтобы он это развивал. Потому что я так считаю, что раз это так случилось, и это не навязанно, это не искусственно, это пришло само, оно же пришло неспроста. Вот он и должен идти в этом на дальше. Его кривая, как я говорю, всегда выведет. Главное, чтобы она вывела в правильном направлении. Главное это направление вот прочувствовать. Так что я надеюсь все-таки, что он может быть будет связан с чем-то другим, а не с сценой. А даже если он и будет связан с творческими какими-то вещами, но есть масса уже творческих профессий, которые как бы связаны с сценой, я не знаю, может быть и с театром, с кино, и с эстрадой. Но это огромное количество из профессий, которые не надо быть в кадре для этого. Потому что быть в кадре, это тоже очень большая энергозатратность. Не каждый человек может выдержать этот прессинг энергетический. Ты же постоянно отдаешь, а получаешь-то взамен фактически мало чего. Вот только живые концерты, они дают тебе обмен. А все, что когда ты в телике, то есть там огромная аудитория, миллионы, тебя сжирают. Я это знаю, как никто, потому что мы два года с мамой вели кулинарную программу на Первом канале, ежедневную. Вот такого опустошения морального, энергетического у меня не было никогда. Я после двух лет, я просто не хотела ни видеть людей, ни слышать. Хотела закрыться в домике, и чтобы меня вообще никто не трогал. Это было ужасно. И я поняла, что это только происходит потому, что ты отдаешь, а взамен ты же ничего не получаешь, а взамен, наоборот, ты получаешь огромное количество негатива. Потому что, как ни странно и к большому сожалению, наш мир устроен все-таки больше с такой какой-то негативной отдачей, чем с позитивной. От общественности. Безусловно, да. Люди, ну потому что, может быть, ситуация экономическая, может быть, ситуация климатическая, она тоже очень влияет на людей. Конечно, вот говорят, что люди на юге более такие расположенные, более позитивные, чем люди, которые живут более в каких-то таких сырых, сложных, серых условиях. Безусловно, я отдаю этому отчет, я все понимаю, я никогда ни в коем случае не осуждаю даже тех людей, которые пишут какие-то нелицеприятные вещи, потому что я всегда пытаюсь человека оправдать и найти этот плюс, а не минус. Почему он такой? Почему так случилось? Почему так обстоятельства сложились, что кроме как написать какую-то гадость, он ни на что не способен? То есть таких людей надо только пожарить. Вы предвосхитили мой вопрос по поводу кулинарного шоу с мамой. Время обеда сейчас. Да, да. На первом канале это проходило. Как вообще удалось работать вместе с мамой? Потому что тут переплетение идет и семейных отношений, и рабочих отношений. Как бы ваша мама, ваш коллега по цепку. На какое-то время становится. Это было сложно? Очень. Сложно? Очень. Я вообще со своей мамой вообще трудно уживаюсь, потому что она уже не знаю, какой я огонь, но она там пламя в Изувии, вулкан. Почему он тоже? Да, есть. Плюс у меня мама, вот если там раскладывать нашу семью, то в нашей семье артистка это моя мама. Вот она такая стопроцентная артистка, с капризами, с какими-то своими вот этими фокусами, со звездными закидонами. Ну вот все, что присуще людям, как бы так называемым звездам, вот это есть у моей мамы. И то есть наблюдая за ней со стороны, я просто иногда офигеваю, но принимаю уже это все как должное, как данность. Да. И, конечно, понимая, что надо находиться с ней не только в кадре, а находиться ежедневно, мне это было очень трудно психологически в том числе. И самый такой момент, ну как бы он жесткий, но я понимала, что по-другому нельзя будет, тогда мы не сможем вообще, не выживем. Мне приходилось брать на себя роль такого достаточно жесткого, как говорится, полицейского, который вот ее строил, воспитывал, ну как бы ставил на место, потому что мама там улетала порой в звездные городки по полной программе. Вот, и она, конечно, обижалась, она, конечно, на меня как бы жаловалась всем, но, тем не менее, я выбрала вот именно вот такой формат, потому что я поняла, что тогда я ее просто не удержу, я ее не словлю. Вот она улетит, а я ее как шарик просто не словлю, и все, и дальше мы, то есть дальше вообще невозможно будет найти вот эти точки соприкосновения. А так как я все-таки человек, говорю, интуитивный и умеющий смотреть со стороны так очень хорошо на людей, то есть видящий, уж маму свою-то я вижу как к РННам со всех сторон. Да, то я понимала, что если я уже иду на этот шаг, и я соглашаюсь на этот проект, то, конечно, дело было за мной, то есть я давала основное слово, да или нет. Вот. Маме, конечно, это все очень хотелось, но я понимала, что ответственность все равно ложится на меня, и она на мне все равно лежала. Потому что когда маме, мамаш в возрасте, девушка у нас, там стояли реанимации, потому что у нее давление, там это очень тяжелый был проект, это 12 часов на ногах каждый день, это очень сложно. Ответственность была на мне. Я не могу подводить людей. Я очень такая обязательный человек. То есть это было сложно? Это было сложно, да. Ну вообще это с точки зрения удачи неблагоприятно было. Неблагоприятно? Он позже пояснился. Интересно, он пояснился просто. Ну да, мне бы было интересно, потому что, ну я не знаю, с точки зрения для меня может быть, но с точки зрения для мамы... Она всегда кайфовала. Для мамы это была удача невероятных размеров. То есть она приобрела наконец-то вот эту всенародную известность, славу, конечно же, любовь, потому что мама все-таки позитивный человек, и ее очень любят люди, и вспоминают эту программу. И вот то, что ей не хватало в жизни... Потому что я уже говорю, я делаю анализ, я понимаю, что я каким-то образом, находясь вот в этой сфере шоу-бизнеса, занимаясь этим делом, я как бы реализую какие-то мамины не реализованные желания и мечты. Я уж сейчас после последнего концерта в Кремле просто это высказала. Я говорю, мать моя! Я говорю, у меня полная ощущение. Я говорю, ты понимаешь, ну то есть за два года, три кремлевских концерта, это невероятный, колоссальный труд. И труд, и затраты, и силы, и энергия. Я говорю, я себе задаю вопрос, нафига ты это делаешь? Зачем? Зачем? Ну то есть ты сделала уже, была шикарная программа, ты набис ее от пела. Зачем ты опять? Зачем опять этот Кремль? Зачем это? Я понимаю, что это какая-то ее не реализация, которая меня вот где-то там на подкорке мной движет. Я как реализую ее, вот ее желание. Потому что, конечно, самый главный номер и самый выход мамы на сцену. Ну, она поет, то есть мы, конечно, делаем там юмористические какие-то такие вещи смешные, народ это любит, народ в восторге, она сидит в первом ряду, ей несет весь Кремль цветы. То есть я реально понимаю, что я это делаю не для себя. Я это делаю для нее, а для нее, потому что вот она, видимо, должна была реализоваться, и что-то не случилось. Что значит, когда грабители по богатствам, это комментарии нашим телезрителям стоят за внимание? Внимание! Ну, я позже подробнее вам поясню. Да. Ну, это кармическая некая отработка, скажем так. Да, ну, видимо, я уже это, в принципе, для себя тоже уже пояснила, что это кармическая отработка, и я должна это как-то отработать. В начале творческого пути вы были достаточно юной девушкой. Да, очень даже сказала вы. Да, вы начинали свой путь, и артист обычно, любой, в принципе, сталкивается все равно с какой-то критикой, с каким-то обсуждением, разговорами как со стороны журналистов, так и со стороны коллег по цеху артистов. Как вообще вы это преодолевали? Вас это задевало, не задевало? Или вас ограждали от всего? Нет, меня не ограждали, наоборот, Игорь меня так закалял даже, да. И вот вспоминая какие-то, часто журналисты это вспоминают, какие-то мои первые знакомства с нашими такими примами, Алла Борисовна. А ведь, скажем, никто так меня вот радостно и с распёртыми объятиями не ждал и не встречал, и наоборот, все были немножко и шокированы, с одной стороны, и с другой стороны. Ну, как бы всегда такой был вопрос в глазах у наших именитых артистов, «А что вот эта, как бы, пигалица, приехавшая там из Киева, тут делает, тут звездит она?» Кто это? Кто это? То есть, и это нормально, в принципе. Я считаю, что это нормально. У них, у мэтров, которые прошли огонь, воду и медные трубы, и вдруг тут человек, который вот только появился, и стал знаменитым за секунду. То есть, у меня вот этот момент от моего появления и момент вот этого, как бы, сумасшествия ещё, как бы, всесоюзного масштаба, он произошёл так стремительно быстро, что вообще никто не... Какой пара лет, да, если я не ошибаюсь? Какой пара? Вот я приехала, значит, я приехала к Игорю на прослушивание, вот, кстати, в ноябре месяце, под праздник 7 ноября. Благородный был свинка. Вот, вот, мы приехали в ноябре, под 7 ноября сюда, в Москву. Тут же, то есть, какими-то стечениями там, на небе звёзд, он всё-таки нехотя меня взял в это такое первое турне, чтобы посмотреть, там, на что я способна, могу ли я что-либо на сцене. Но так как у меня был уже опыт, то понятно, что тут бы без вариантов. Это было, естественно, ну, как бы... То есть, мне получилось... Несмотря на ваш возраст, вы уже всё равно состоялись на творческой... Несмотря на... Ну, слушайте, у меня за плечами до Игоря Николаева был огромный пласт колоссальной творческой, профессиональной работы. Это... Все самые большие, крутые концерты в Украине. И я, как с 12-летнего возраста, пела солисткой, за мной стояли огромные коллективы, там, не знаю, цирковые, танцевальные. Я пела песню, у нас украинский композитор Владимир Быстряков, который написал «Куда уехал цирк», «Мир без чудес». Вот такие знаменитые... Я и пела эти песни. Я объездила всю Украину. Это были все огромные залы, круговые стадионы. То есть у меня аудитория всегда была большая. Я знала, как с ней работать. Я видела, как работают самые такие... Ну, большие режиссёры, как делали. Знаете, вот тогда... Сейчас уже немножко есть, возвращаются такие большие форматы. Когда, знаете, вот там съезд партии. И там на сцене 200 человек, разные хоры. Потом выходят другие танцевальные коллективы. Потом всё меняется. Потом что-то... То есть, представляете, только развести всех этих людей куда? Вправо, влево. Я в этом во всём участвовала. Я всё видела, как это происходит. То есть я впитывала это не по книжкам, а реально в реальной жизни. Я видела, как мастера работают, как происходит режиссура, как создание спектаклей, как создание больших шоу. Всегда звездой, значит, заключающей была... Ну, у нас, понятно, что наша украинская артистка, любимая всеми, София Михайловна Ротару, она заключала все вот эти пафосные концерты. Я смотрела, как работает большая звезда, как она себя несёт, как она несёт материал музыкальный, как это всё... То есть... Не говоря о том, что к Игорю Николаеву я приехала, имея в кармане приглашение с американского университета в Рочестере на поступление в университет. Потому что до этого, вот летом, я съездила с рок-оперой «Пис Чайлд» и пела главные партии по всей Америке. Это 89-й год. То есть Америка, это, считайте, нам всем туда, на Луну слетать. Это был, конечно, такой сильный мой прорыв и поездка, и... И внимания. Нет, это 16 лет. До того, как я в ноябре приехала к Игорю, я съездила летом вот в эту большую поездку в Америку. И тот колоссальный опыт, который... То есть мы проехали там огромное количество городов, большие, опять-таки, сцены, концерты, там, фестивали, общение. То есть умение... Ведь что ещё важно? Очень важно, как ты выходишь на сцену и как ты умеешь владеть массами. публикой, их энергетикой, куда направлять, где... То есть делать акцент. То есть этому нельзя научить. Это может научить только практика. И поэтому, когда Игорь взял нас троих девочек, претендующих на роль певицы для подросткового поколения, то есть нас было трое, но опыт был только у одного человека, у меня. И когда я вышла на сцену в Таллине на большой зал с песней «Желтые тюльпаны», меня никто не знает, песню не знает. Ну, то есть вот такой конкурс «Голос» реальный. Вот, пожалуйста, вот у нас репретендентки, выбирайте публика, кто вам больше понравился. То, конечно, когда я вышла, ну, то есть вариантов не было. Всё было понятно. Всё было понятно, что кто уже стоит на этой сцене не первый день и умеет с этой сценой работать. То есть я остальным шансов просто не оставила. Потому что, ну, как бы был профессионализм уже за плечами. Ну, вопрос, вернёмся еще к вопросу. То есть вопрос был по поводу того, что вас не ограживали. Меня не ограждали совершенно. Я говорю наоборот. Я проходила через все эти препятствия. Но вот молодость, она, конечно... Вы были ранимы? Эмоционально как-то? Честно говоря, я была... Ну, не знаю, не для кадра слово, но вы его запикиваете. Я была п***исткой. Вот потому что тебе 16... Это спасает. Вот тебе 16, и ты вот чётко понимаешь, что ты хочешь, к чему ты стремишься, что тебе нравится. А всё остальное тебе наплевать. Конечно. И даже, может быть, какие-то вещи, которые... То есть мне сейчас за них наверняка стыдно, и я признаюсь в этом, что, наверное, надо было как-то более по-другому, более корректно, более дипломатично выстраивать какие-то взаимоотношения с теми людьми, которые заслуживают нашего уважения. В том числе и с Аллой Борисовной. Но тогда... Тогда... Ну, я об этом совершенно не думала, и я знала своё дело. И всё остальное меня интересовало. Кто там, что там про меня сказал, написал. Ну, то есть мне было... Ну, как-то фиолетово. И это спасло. Это спасло. Это спасло. Потому что я понимаю, если бы я всё это принимала близко к сердцу, через себя... Ну, я бы сошла с ума. Вообще, вы очень открытая. Вы научились быть более закрытым в шоу-бизнесе? Следующий вопрос. Вычерк огня. Вы вот... И со временем науч... Ну, конечно. Со временем научилась... Ну, Каня, безусловно. Стала дипломатом. Но когда... То есть я могу рассказывать о своих ощущениях, эмоциях, я не считаю, что надо где-то тут что-то скрывать. Я могу рассказать. То есть у меня нет таких... Говорят, вот какие у вас есть запретные темы. Я говорю, у меня тем запретных нет. Даже самые пикантные темы я могу, ну, как бы, изложить честно, правдиво, со своей точки зрения, совершенно не стесняясь ситуации. Вот. Но в шоу-бизнесе, да, то есть со временем я стала очень, так, дипломатичным, избирательным. Люди с сильным огнем в карте часто очень-очень хлебосольные, радушные, невероятно теплые. У них дома всегда уютно, всегда приятно находиться. Они любят готовить очень вкусные блюда. Давайте спросим у Наташи, так ли это на самом деле. Карта у вас очень хлебосольная. Огонь – это уют, тепло, вкусная еда. Ну, вот по поводу передачи с мамой мы уже поговорили. А вообще вы любите готовить? Вкусно готовите? Любите гостей? Я гостей люблю, и люблю, конечно, накрывать полный стол, но чтобы сказать, что я люблю готовить, нет. Нет, да? Нет. Поэтому… Вы умеете, наверняка. Да, я умею сделать кашу из топора. Вот тут и проявляется такой фантазерский мой какой-то такой нутро. Вот когда ничего нет, а и надо что-то сделать, вот тут как бы сразу креатив, работает голова, тут же придумываются какие-то новые блюда, которые становятся потом прям вкусными и желанными на столе. Поэтому вот это моя история, когда вот экстремальная ситуация, и в ней надо прям сделать все очень красиво, достойно. Потому что когда, типа, все есть, продукты, мне как бы неинтересно, мне скучно. поэтому это было удивительное дело, что вот нас и меня, и маму, и людей там музыки и другой профессии вдруг поставили на кухню. То есть это было… То есть для меня это было трудно. Ну, это потому, что это было неблагоприятно. Ну, видимо, видимо. Вам и счастливый день рождения, который вы помните. Не могу. Потому что вот какие-то счастливые вещи, они как-то в памяти быстрее стираются, чем что-то такое более. Я очень хорошо помню один день рождения, который… Я не могу сказать, что он был счастливым и не могу сказать, что он был несчастным, но он был каким-то особенным. Вот я помню свой день рождения с возраста с 12 на 13 лет. Так случилось, что в этот период случилась авария на Чернобыльской АЭС. И нас срочно всех эвакуировали. И я и мой папа, мы от Дворца Пионеров уехали под Одессу в какие-то там пионерские лагеря. А мама с сестру остались в Киеве, потому что сестра поступала в этот год в училище музыкальное. И вдруг звонит мама и говорит, Наташа, тебя вот тут вызывают на телевидение, на съемку, потому что телемост с Прагой, со стороны Праги Карл Готт выступает с нашей стороны, тоже какой-то известный наш артист. Ну вот им надо вот такой как бы ребенок, который талантливый, и тебя срочно вызывают, приезжай. У меня день рождения 31 мая. И я уже там с друзьями хотела как-то это отпраздновать. А меня сажают в поезд там днем, там в 12 часов дня. и я весь его день рождения еду в этом поезде одна. На Киев пустые идут поезда, естественно, никто туда не едет. То есть я проводница, я в этом поезде, и вот это мой день рождения. И вот он был какой-то для меня странный, печально странный, какой-то, с одной стороны, я, конечно, понимала, что я завтра иду в Киев, у меня завтра телемост, Карл Готт. То есть, с одной стороны, у меня была такая эйфория, какой-то такой, ну, как бы, приключения, потому что в те времена-то это вообще не каждому было доступно и возможно. А с другой стороны, я понимаю, что сегодня мой день рождения, и вот какое-то ощущение вот какого-то перемена может быть во мне, что все-таки я понимаю, что я становлюсь как-то старше, какая-то грусть, грусть, потому что я очень долго хотела так в детском возрасте задержаться. Если все мечтают стать быстрее, ну, вырасти, то я наоборот. Мне так хорошо было в детстве, и я так понимала, что это самая прекрасная пора в нашей жизни, что я не хочу, чтобы она уходила. Мне комфортно, мне хорошо. Я понимала, что я стану взрослей, но это будет потом. Я хочу сейчас это удержать. И вот, наверное, вот этот день рождения, он был такой, ну, какой-то необычный, я его очень запомнила. Потому что дальше все дни, они были все разные, они все были яркие, они все были, безусловно, эмоциональны, они все были незабываемые. Но вот так, чтобы выделить, я не могу. Потому что они как-то вот все были как бы в одинаковом каком-то. А вот это такое, во всяком случае, мне оно отложилось. Есть ли какие-то кумиры, ну, кумир, я не очень люблю это слово, звезды зарубежные, эстрады, возможно, не знаю, оперные певцы, актеры, те люди, которые вызывают у вас восхищение, уважение, и вот на кого вы где-то равняетесь. Ну, вот София Ротару, я уже устраиваю. Я вам хочу сказать, что кумиров как таковых у меня не было даже с самого детства. То есть, если говорят, что вот есть, там, ты с ребенком формируешься, тебе кто-то нравится, ты там, не знаю, собираешь какие-то вырезки, делаешь наклейки, у меня этого ничего не было. Ну, то есть, я что-то делала, но у меня не было конкретного персонажа. Да, вот нравилось там всем, кто кто-то там, мне тоже нравилось, потом еще кто-то нравилось, ну, то есть, ну, не было такого фанатизма, вот этого, это отсутствовало во мне. Но, безусловно, у меня есть люди, которые, то есть, которыми я восхищаюсь, восторгаюсь, люди, которые, большие труженики, люди, которые не только талантом, но и трудом достигли огромных высот. Ну, супер-мега-трудоголик, которая сделала себя сама и вот просто весь мир фактически поставила на колени, это Мадонна, которая из простой семьи, девочка, которая ничего не имела и не было у нее никаких возможностей, она достигла этого всего, потому что она невероятный человек под трудоспособности. Вообще, я люблю трудолюбивых людей, которые вот очень много вкладывают и хотят, и несут что-то, какую-то вот, их много. Вот я очень любила Царство Небесное Дмитрия Хворостовского, любила его тембр голоса, любила его подачу. Вообще считала, что он вот на нашей сцене оперной просто, ну, самородок, уникальный, уникальный артист. Я очень люблю Свету Лободу за то, что она тоже очень необычная, она трудоголик, она профессионал, она сейчас имеет то, что она заслужила, и это правильно. Всегда хуже, когда люди не заслуживают, а имеют. Там, я люблю Лолиту за то, что вот она такая, за то, что она честная, за то, что она может позволить себе быть такой, и при этом у нее все данные, таланты. Ну, то есть, это масса людей в разных, я говорю, жанрах, сейчас просто всех не могу вот перечислить, но их много. Их много. Я очень отмечаю для себя таких людей, я их уважаю, ценю, и порой бывает, что их человеческие качества не совпадают с там моими жизненными какими-то, но все равно, то есть порой на какие-то вещи можно закрыть глаза из-за таланта, из-за их вот такое горение. А что ставит Наташа Королева, когда приходит домой? Тишину. Тишину. Да. Я вот так почему-то подумала. Тишину. Тишину. Я вообще не могу. То есть я не могу, то есть я не знаю, потому что может быть за счет того, что я настолько рано живу в этом во всем, мне хочется тишины. Я не хочу никаких звуков слышать. То есть я понимаю, если я над чем-то работаю, и этот материал требует глубокого, более глубокого углубления, и надо послушать и классику, и что-то модного, модное, и поднять какие-нибудь там аналоги в джазе. То есть я, конечно, буду в этом копаться, искать, находить, разбираться, слушать, но это если я работаю над чем-то. Если я ни над чем не работаю, я говорю, боже мой, я не включаю телевизор, я ничего не вижу, не слышу, мне не надо, мне это лишнее. Конечно же, я не могу не отметить любимую нами всеми звезду таланта или цветущий балдахин. В карте у Натальи Королевой она также присутствует и присутствует в часе. Час – это дом работы, дом наших детей и дом наших действий. То, что мы делаем, то, как мы себя проявляем, реализуем именно в профессии. Соответственно, звезда таланта или цветущий балдахин указывает на то, что человек способен реализовать свой потенциал полностью с помощью сферы искусства в среде актерской, в среде, связанной с театром, со сценой, с песнями, с творчеством. Открытый небесный ствол синь и открытый небесный ствол квей, иньская вода – это символы года и символы часа. Также указывают на прекрасные способности музыкальные, на прекрасный слух, голос, способность петь, выступать на сцене и реализовать свой потенциал и талант в полной мере с помощью именно голоса, что так необходимо как раз-таки певице. В карте у вас есть указание, что у вас есть две звезды таланта, то есть это как раз способность быть на сцене, это у режиссеров, у актеров, у певцов есть звезды таланта, как правило, в карте. Ну вот та же Светлана, когда мы ей поговорили, у нее три звезды таланта. У вас две. Ну тут мы не по количеству смотрим. Ну конечно. Если одна, то есть это люди искусства. Да, это понятно, да, конечно. Было ли желание что-то еще попробовать, в каком-то другом плазине раскрыть? Ой, да я все время себя пробую и я постоянно что-то себя раскрываю. Начиная от того, что там был период, когда я себя пробовала как бы в бизнес направлении. Как это, что это, мое, не мое, смогу, справлюсь. Ну справилась, вот у меня два салона красоты, они работают, все прекрасно и уже работают на протяжении многих лет. Я не могу сказать, что это прям то, чем бы я хотела заниматься всю свою жизнь, нет. Но это определенная грань моего там таланта и моей реализации. Например, я очень сейчас увлекаюсь тем, что я сама как режиссер, как оператор, как монтажер, как цветокорректор, как все что угодно, там, стилист, все, что хотите. Я полностью делаю полный цикл видео музыкального, могу сделать не музыкальное. То есть я могу это сделать сама, все. Сесть за компьютер и сама все смонтировать. То есть я это могу сделать самостоятельно. Вот. Мне это интересно. Я обучалась в Лос-Анджелесе в New Film Academy. Такой есть, такой вуз там. Ну, естественно, не могла позволить себе долго обучаться. Как-то брала какие-то специальные лекции, курсы для того, чтобы немножко углубиться в эту историю, все понять, как что работает, какие есть новые направления, тенденции, там, оборудование. Это же все тоже надо понимать. Но мне это интересно. То есть я готова быть за кадром. Я устала, может быть, уже быть в кадре все время. Я хочу иногда быть за кадром и снимать других людей, талантливых, и делать им какие-то работы. Поэтому вот у меня есть коллектив, который, я, скажем так, ну, продюсирую, это громко сказано, но с которым мы работаем, сотрудничаем, и я им делаю такие видео всякие интересные. Вот себя проявляю в этом. Последний концерт опять-таки в Кремле. Я не взяла никакого режиссера для этого концерта, потому что поняла, что, ну, во-первых, вижу сама, во-вторых, понимая, что режиссер должен быть во всяком случае хотя бы твоим другом, который будет тебя чувствовать и понимать, что же надо, как же надо это все сделать так, чтобы люди, которые приходят, чтобы они понимали, что это не искусственно созданная какая-то история, а что она действительно живая, настоящая и то, что мне надо, как артистка Наташа Королева, которую знают и любят за определенные уже какие-то вещи. Я поняла, что нет такого режиссера и мне пришлось взвалить это все на себя и тащить, ну, ну, значит, было по силам, потому что вытащила все достойно, хорошо, красиво, не стыдно и с этим справилась. А ведь я знаю массу, как говорится, артисток, которые никогда в жизни такого даже подумать не смогут, потому что, ну, как бы, нет у них такой способности это сделать, просто нету. А у вас есть способность собираться, когда какая-то экстремальность? Конечно. А я... Это бы шикарная эта способность, то есть вы должны быстро... Я собираюсь очень быстро, вот у меня, у меня получается, чем больше экстремальной ситуации, тем лучше для меня, тем у меня больше... У меня сразу такая концентрация внимания происходит невероятной четкости, распоряжений, всех правильных как бы решений. Я не знаю, откуда это берется, вот правда, сама поражаюсь, потому что было бы больше времени, более всего, я как бы расплываюсь, я не понимаю, голова кругом, а тут какая-то прям сразу... Вот, да, это есть. По праву рождения и вот сразу вопрос отсюда вытекающий, то есть этот символ называется, вот таким громким названием тельный убийца, это власть, власть неправильная, такое название. Ну, во-первых, это еще и символ мужчины, до 20 лет в вашей судьбе должен был появиться мужчина, который сыграет хорошую роль, роковую, позитивную. Это как раз таки, как Игорь. Да, ну вот ты на появился, да. Вот, и это качество также характера, то есть это может описывать какого-то человека, дать рождение, и также ваше качество. Но еще этот символ стоит в доме бабушки, по матери. Бабушка была просто настолько сильным человеком, настолько, ну, то есть мы вообще все в семье говорим, что вот бабушка у нас, это вот, вот, вот это, корень такой, от которого потом пошли все, естественно, мы как веточки. Бабушка была очень сильной женщиной, очень яркой, активной, жизнерадостной, при том, что она была домохозяйка, и я так понимаю, что, ну, у нее не было амбиции каких-то реализовывать себя где-то. Вот она себя реализовала в семье. Вот она была, вот если сказать, что вот домохозяйка, вот, как говорится, высшего пилотажа. То есть она настолько держала семью, она настолько воспитывала, она настолько умела, то есть всем все дать, прочувствовать, какой-то невероятной интуиции, потому что бабушка была простая, женщина простая. Она не была каких-то там голубых кровей, но при этом она выучила своих дочерей, четко поняла направление кого куда. Это очень важно, немаловажно. Она держала руку на пульсе, она подняла всех внуков, помогла, она, ну, то есть бабушка была, да, большой, конечно силой, силой. Бабушка прожила Царство Небесное, но дай Бог всем так, 94 года. И она бы прожила еще больше, если бы не ситуация моя с Украиной, с моим закрытием. Она просто сильно, да, она сильно, ну, как бы пережила, потому что, если бы этого не случилось, я думаю, что бабушка, может, еще и жила, и жила. что она была крепкая. Она гордилась вами? Да. Бабушка... Ну так я же любимая внучка. У нее 4 внука, 2 внука и 2 внучки, но любимая я. Не знаю, по каким причинам, почему, но именно я. Вот у меня с ней и у нее со мной был какой-то вот такая связь. А какого она гордилась? Вот сейчас в 19-ом мне дворе будет 2 года, как нету бабок. Так, это 22-й год, но по году была собака. Ну, как я считаю, смотрю. Она собака, да? Скорейте, 22-й. Да. А я даже не знала, что бабушка по году, как не стирает. Ну, вот у меня все собаки же окружают. Они очень любят детей своих и внуков. Ну, вот внуков, ну, внуков как бы она вот любила, конечно, но я была самой любимой, но меня окружают собаки, у меня мама собака, у меня муж собака. Получается, бабушка еще была собака. собака, то есть, а собака, если нашла своего хозяина, она очень призывная. Понимаете? Ну, вот бабушка и муж, они, видно, во мне видели какого-то своего хозяина. Мама нашла хозяина в другом месте. Ну, вы, мама звездная, вообще, когда ребенок родился, все равно, я думаю, вы не отошли полностью от дел, то есть, вы творчески как-то продолжили заниматься. Да, да, это да, это. Как удавалось своему счету? То есть, были какие-то няни? Мама помогала? Или как? Супруг? Как вы справлялись? Я думаю, женщинам, многим это интересно. Сейчас уже часто стараются в карьере, и детьми. Ну, у нас, как-то вот у меня всегда, видно, в нужное время приходят именно нужные люди, скажем так. да, да, когда родился Архип, нам как-то очень, тем более, мы еще наслышаны были, что происходит с нянями, как няня с детьми, конечно, для нас было очень страшно как-то отдавать наше чадо в руки посторонним людям, ну, и тут на помощь пришли родители Сергея. И вот два года, до двух лет Архипа, у нас жил дедушка с бабушкой, они помогали, а вот как бы нянчили, поднимали до двух лет нашего сына. Это было мне очень на руку, так как у нас с Сергеем брак был такой очень, ну, как бы свежий, если можно так сказать, то есть, по сути, ну, по сути мы познакомились, сразу забеременели, и сразу тут мы оказались уже родителями. То есть, у нас не было такого конфетно-букетного периода, не было какой-то, не было какой-то притирки, то есть, у нас все это происходило, вот, 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 как-то мы униеносно, быстро, и тут уже и беременность, и потом тут уже и ребенок, и как-то, а до этого момента он же в шесть лет холостым, и он привык совершенно к другой жизни, и как-то тут надо было по-умному и постепенно его в семейную жизнь приобщать его, так, без истерик и скандала. Вот тут мне было, конечно, очень в помощь моя свекровь, мы с ней в прекрасных отношениях, потому что, во-первых, она и помогала с ребенком, во-вторых, она параллельно помогала тут и, и как говорится, с вторым ребенком, с вторым ребенком, да, то есть, чтобы не я, а мама, маме же, ну, то есть, ну, маму там уже, конечно, и позлиться, но мама есть мама, тут уже никуда не, а если бы я, то, ну, то есть, я руками свекрови делала свои дела, в общем, ну, спасибо ей за это, потому что это были, как бы, конечно, непростые годы, такое становление нашей семьи, и они очень помогли, а дальше, когда сыну уже было два года, он вышел на детскую площадку, и выбрал сам себе няню, ну, вот он вышел, играет много детей, там, с ними какие-то женщины, и вот он все, и он вот к одной прямо пристал, и все, и познакомился с ней, и прямо ее за руку привел во двор, у нас так дом и детская площадка, мы с ней познакомились, и как-то разговаривали, она где-то работала, но так работала, то работала, то не работала, как-то у нее так сработали, и вот он ее сам выбрал, и мы как-то ее и быстренько приняли, вот она до сих пор у нас, она уже член семьи, ее вся семья, там, дети, внуки, то есть, то есть, это уже член семьи у нас, поэтому вот так случилось удачно. Вы очень открытый, добрый человек, и вы, наверное, очень много помогаете всем. Ну, я стараюсь это делать, потому что я уже не могу пройти мимо, вот как бы, если я уже знаю, что есть проблемы, есть, и люди нуждаются в помощи, помощь бывает же разная, не только там материальная, бывает, что надо просто словом, и морально, и просто посидеть, и поговорить, иногда мозги надо просто вправить, а ни у кого не находится этого времени, и вот приходится, я говорю, у меня, у меня муж смеется, говорит, слушай, ну, пора кабинет психологической помощи открывать, потому что, как только что, ну, ну, невозможно, говорит, где ты, то ты на работе, то ты приезжаешь, вроде бы, дома, а тут начинается, кабинет психологической помощи открыт, одни подружки, другие, третий, там проблемы, там с детьми, там еще, говорит, ну, то есть, получается, говорит, ну, что это такое, когда это закончится, а я не могу отказать, потому что, ну, ну, если уж, как бы, стучаться в мои двери, хотят что-то от меня, то надо, конечно, открывать, а если ты еще имеешь возможность, то ты не имеешь права, ну, как бы, не помочь, конечно, огромное количество людей, которым нужна помощь, и невозможно объять необъятные, помочь всем, но если уж, как-то целенаправленно ко мне попадают люди, со своими просьбами, вот у меня случай был недавно, пришло письмо рукописное, ну, я открываю, читаю, то есть, мальчик, помощь нужна, мальчик больной, ему необходима помощь, он, у него опекун, у него нет родителей, ну, то есть, такая душевная история, и я говорю, ну, слушайте, понятно, что много таких детей, много таких ситуаций, сейчас много всего этого, но, я говорю, ну, раз это рукописное письмо, оно вот таким путем, как-то все-таки дошло, я его открыла и прочитала, ну, я не имею права, как бы, это проигнорировать, мы связались, созвонились, нашли эту женщину, которая опекун, и, то есть, мы сделали, то есть, мы постарались сделать столько каких-то действий, которые, действительно, собрали деньги, и мальчика прооперировали, и хороший мальчик, и он мне поставлял голосовое сообщение о благодарности, ну, то есть, ну, вот как-то вот таким образом, вот, то есть, я не знаю, это получается само собой, может быть, и не специально, но я не могу отказать, если уже вот так все это попадает, я считаю, что, значит, не просто оно вот так попало, значит, вот я тот проводник, или бывает, я огромное количество людей там познакомила, там, живут счастливыми браками, уже, сваха, тоже, то есть, ну, там, кто-то бы сказал, да, что я буду тратить время, там, куда-то ехать, кого-то куда-то везти, где-то с кем-то знакомить, а я не могу, я уже понимаю, что, ну, такая девочка хорошая, а у меня там есть мальчик, ну, как, ну, она не поедет, он не поедет, надо, значит, что-то соорудить, ненавязчиво, и тут раз, здравствуйте, а вот и мы, и вот таким образом, у меня уже какое количество есть семей, которые счастливо живут друг с другом, ну, то есть, а только потому, что я вот, ну, как, нашла время, нам нужно заняться таким бизнесом, я вам вот такой секрет, у нас есть такой, да, сегодня чисто, нет, вам не нужно, у нас очень хорошо, не хочу, я не хочу, ну, это, ну, не знаю, никак, нет, я это делаю, я говорю, от души, я очень рада, я наоборот счастлива всегда, когда еще все случается, удается, ой, это просто, это радость, это такое ощущение какого-то счастья, когда ты людям помогаешь, и они потом тебе как бы за это благодарны, да, спасибо большое, да, спасибо, очень интересно, спасибо, я искренне, от всей души понимаю, почему вас любит народ, мы народные, спасибо, 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 я вам желаю всего-всего, самого-самого-самого-будра, самого-лучшего, впереди 20 лет, шикарная удача, о, супер, вот, и они будут связаны с элементом воды, то есть, скорее всего, я думаю, это все-таки будет музыка, и далее, ну, я думаю, что я уже от музыки никуда не денусь, да, ну, круто, круто, а теперь мне расскажите про передачу и про маму, так, все, это не для камеры, это для меня, Субтитры создавал DimaTorzok